кобра дафт кобра дафт непонятно привет мой друг как твои дела с тобой до воды и сегодня у нас на обзорчике вот такой вот продукт который я привез выставки хука club show дафт x cobra special for хука club show 21 на самом деле я хочу в этом выпуске вам рассказать не про сам этот вкус не про эту коллаборацию почему потому что она была сделана только для выставки и вряд ли где-то в магазинах будет продаваться в этом выпуске я вам хочу немного рассказать о том что данные коллаборации рождают довольно таки крутые технологии как заявляет кобра а я подходил на этот стенд где у них была лаборатория если ты тоже подходил к стенду дафта туда видел целую лабораторию которая сделала кобра кобра это довольно таки старый продукт на нашем рынке который так наверное и не добился могучей популярности среди своих прямых конкурентов напомню кобра это чайная смесь и на данный момент у них есть прикольные вещи например тот же ламуэрта до ламуэрта это одна из линии кобры и она довольно таки крутая по крайней мере из трех линеек именно ламуэрта меня больше всего зацепила так вот там представляли вот такой вот продукт также кто еще не знает что дафт феромон это линейка дафта тоже сделано на базе кобры и уже тоже на новых технологиях и вот здесь а они готовы были показать чего же мощнецкого крутецкого они добились как ты видишь у меня есть вторая такая пачка и ее еще с другими ништяками и я разыграю все что нужно сделать в первые сутки после того как выйдет этот обзор зайти ко мне в инстаграм в инстаграме посмотреть мои истории и конечно же там вы узнаете все условия как выиграть вторую такую пачку отправлю я ее не только одну ее но еще докину к ней всяких ништяков типа кобры либо еще дафта так вот у меня была третья я ее прокурил и я вам принципе готов немного рассказать я думаю про вкусы не будем сильно углубляться наверно поговорим о том что же компания кобра такого крутого придумала ну во первых они сделали так чтобы сырье можно было легко контролировать по нарезке то есть на данный момент кобра может сделать вам ну по крайней мере другому продукту любое сырье вообще то есть финалкат что-то мидлкат лоукат да там короче миллион разных таких всяких терминов то есть нарезка может быть любая и они это спокойно сделают далее как вы помните в моем обзоре на смог анжелса у меня просто колба после первого покура была в каше то есть просто на сале и насрали мне в колбу учитывая что даже чашку я еще не взорвал смог анжелса а колба уже была вся всратая так вот кобра же говорит что хватит говна в колбе мы компания кобра мы сделали ахуенную технологию то есть их табак сейчас максимально пропитанный но при этом не течет как ебаная шлюха я же решил все это проверить поэтому мой маленький эксперимент снятый на телефон вы можете сейчас лицезреть а сейчас ребятки будем проводить эксперимент кобра на хука клап шоу показала что они полностью изменили сырье технологию табачный лист и все 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 и теперь их табак в принципе не течет давайте это проверим лучи у нас есть коллаборации четырех вкусов кобра x-дафт именно здесь компания кобра все это показала как мы будем проводить эксперимент все очень просто у меня есть мэтт пир с киллером и все четыре чашки мы прокурим с вами на одном киллере все четыре вкуса и посмотрим в конце сколько в нем скопилось сиропа конечно же курить будем на прямо точной чашечки дава бренд которая пропускает сироп просто мама не горю ребятки и прокурил я все четыре вкуса и как мы видим у нас есть сироп вот здесь и сироп вот здесь это то что стекало когда я снимал чашку так давайте же посмотрим что внутри миласы что давайте финал очку я напомню что с этим миласы было прокурено 4 чашки и бамс а вы чё там охуели блять это что такое где весь сироп и где где вот где весь сироп он собственно вот сюда и вытекал то есть из-за то что здесь стеночки толстые по факту сироп почти в миласы не попадал ну вот такой вот грубо говоря количество миласы вытекло на 4 час я тоже был в шоке да я тоже был немного шокирован от того что реально мой кетчер на мэтт пире вообще ничем не заполнился учитывая что я прокурил каждый из этих вкусов на одной воде на одном кетчере единственное дело разные чашки так вот давайте собственно потихонечку разговаривать про вкусы это у нас черный джин на самом деле черный джин меня не сильно впечатлил прикольно но очень слабовато немного терпко смородина как таковая здесь прям так не раскрылась а вы все знаете смородину я очень люблю поэтому черный джин никуда юдзу мусс юдзу мусс получился просто ебейшим это больше тут написано цитрус крем-ананас но я вам скажу что это настоящий йогурт настолько приятного йогурта я еще не курил поэтому было очень очень здорово следующий вкус у нас тропическая пихта вот здесь я тоже ребятки постарались получился очень крутой вкус а манга плюс пихта заебись вообще комбинация это можно комбинировать даже не только в кобре иксдав да а это можно брать обычный манга дарксайда мешать его с пихтой от северного и у вас получится все очень круто но здесь еще есть маракуйя в принципе маракуйя она дает какой-то такой оттеночный вкус немного как будто добавляя какой-то свежести и убивая немного травянистость пихты и делая ее более карамелизированной то есть вкус получился очень интересный кто любит а елки кто любит либо не из бомбшелл то этот вкус вам однозначно зайдет блять да вы не попробуйте эти вкусы блять че я вам говорю зайдет не зайдет я реально возможно это будет продаваться я не знаю короче вкус мне понравился давайте делать так мне вкус понравился и марокканский пряный чай очень похоже на принц оф грей с какими-то оттеночками такой плесени назовем это тогда плесневелый вкус и мне он на самом деле очень закатил вообще для чего это видео как я и говорил да это возможно нельзя будет купить это возможно там нельзя будет найти но суть в том что если кобра будет дальше сотрудничать с давтом и дав все свои последующие продукты переведет на кобру мы получим очень крутой продукт от компании давд вот прям ебейш вот знаете вот у давта вообще были этапы я их помню как на себе я помню когда я ездил кроме шутову в его кальянную курилы на тот момент его и забирал там вот эти пакеты давто которые сука все разлагались от того что там было ебейшее количество каких-то химикатов назовем это так самые первые дропы дав то я их забирал потом появились баночки баночки выгинались пошли мемы про батарею и так далее но при этом тогда давд был пиздатый и у него прям была пиздатая крепость бамс новый дроп давто крепость стала ниже но он стал максимально стабильный как по аромке по крепости и во всему остальному но не крепко то есть крепкость была она была стабильная но не крепкая и тут-то я недавно прокуривал новые вкусы давто можете глянуть у меня обзорчик на канале где-то видео 23 назад либо вроде прошлое даже видео там отдав тоже в новых банках ну в новом дизайне и он как будто вернул свою ту былую крепость при этом сохранив всю в эту стабильность аромки стабильность сырья и всего остального то есть получилось очень здорово так что у нас здесь у нас здесь отрывная линия которая не всегда прям так комфортно открыл отрывается как хотелось бы да сырьем здесь ну в максимально мелкой нарезки то есть вот как могли мелко нарезать так и нарезали если у вас не потечет сироп по шахте то будет падать на прямоточных чашках табак потому что нарезка просто меньше чем скраб за счет такой нарезки да мы плыть получаем вот эту пластилин и пластилини стость да вот именно на вываливание табака самой пачки плюс вот эта пачка не совсем практичная потому что я примерно посчитал что вытаскиваю вот так вилочкой я оставляю в чашке где-то стабильно 3 грамма табака и это как бы довольно таки много учитывая что эта пачка всего в 20 грамм и как мы видим здесь все вот так вот вот так вот меленько и это нужно все вручную сбивать потому что это по факту просто каша даже с чашки на 18 грамм до моя-то побольше чашка моя поглубже все равно как будто табака здесь грамм 13 это все из-за мелкой нарезки то что все это прессуется и это прям нужно реально разрыхлять это нужно прям что-то подделать прям по прям под заебаться немного до чтобы все это комфортненько вот так вот разложить по чашке и это у вас не было так как будто куры насрали поэтому я бы наверное такую нарезку бы в дальнейшем просто не оставлял потому что она прям очень блять маленькая это просто какие-то атомы ёбаный коллайдер на фольге курица просто заебись я прям кайфанул как этот продукт у меня курился на фольге очень здорово по времени прогрева тоже на самом деле продукт не занял очень много времени потому что он прям нарезан мелко-мелко за счет этого прогревается все очень быстро а вот по температуре которую может табак выдерживать я уже заметил огромное количество минусов легко словить перегрев легко уйти просто в ту зону когда температура начинает полностью съедать всю аромку и появляться уже такой пригорелый вкус на самом деле я давно уже не встречал в современных продуктах в современных продуктах того что уходить так сильно в перегрев дафт может с коврой я не специалист но я думаю что дело сука в нарезке это тоже самое что взять огромный кусок газеты его скомкать и поджечь он будет очень долго гореть тлеть либо мелко-мелко через шреддер пустить газету эту же и поджечь она вспыхнет и не останется даже не следа потому что все разлетится примерно то же самое наверное с температурой ну а я что я я я я я наверно пойду и поставлю уголечки на эту чашечку и пора бы наверное все это взрывать потому что не вижу смысла долго ждать иначе мы уйдем в такой хороший сочненький перегревчик так вот в принципе это очень схожа с дав феромоном не учитывая наверное палитры вкусов то есть если ты не можешь покурить cobra x давту ты можешь спокойно пойти купить феромон и это с чем-то схожи именно по курению по восприятию продукта правда по аромкам не очень я считаю что здесь слабоватые вкусы потому что феромоне вкусы просто охуенные и ты вроде бы вот только что поставил угли немного прогрел а чуть-чуть 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 где-то что-то прыгает 4 угля плохо держит возможно на каллауде это будет круче да но каллауд не круче фольги это нужно прям зарубить на носу ну короче что я хочу сказать что подведем итоги да что я хочу сказать я хочу давать хочу сказать подведем итоги короче это коллаборация дала то что получились прям какие-то новые технологии и благодаря наверное дафту компания кобра смогла эти технологии донести до людей потому что не будем врать и согласимся с тем что у дафта рекламные компании просто охватывают и бейшее количество людей особенно после коллаборации с моргенштерном на выставке хука клап шоу было все заостренное внимание именно на стендах у на стенды дафта еще и концерт моргенштерна я не был я уехал я в пизду нахуй блять слушать это я поехал короче за и получилось заебись думаю в дальнейшем ребята замутят что-то более интересное более серьезное я участвую то тут пытаюсь до вытянуть что-то с этого бренда с этой коллаборации что-то вам рассказать и тут же я одновременно понимаю что это блять специально для хука клап шоу и я думаю нахуя я стараюсь нахуя все это рассказываю потом понимаю что надо бы как-то все это вывести к тому что тут-то суперские технологии получилось очень круто и тут же понимаю блять а увидим ли мы эти технологии будут ли какие-то еще продукты которые будут уходить в масс-маркет будет лишь это вообще либо это просто так кобра попросила бляду давай покажем у тебя на стенде нашу лабораторию типа примерно вот такое так что ребятки блять попробуйте ебать хотел сказать я не знаю блять попробуйте не попробуйте короче получилось заебись мне понравилось два вкуса топчика два вкуса ну такое что-то получилось но мне лично не понравилось поэтому что 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 я вас люблю